Сотни местных жителей скоро выстроятся в очередь, чтобы записаться в ряды защитников своей страны. В Харьковской области стартует набор добровольцев. Будут брать лишь тех, кто имеет опыт военной службы. Костяк этой бригады – это будут мотивированные военнослужащие, которые имеют боевой опыт, которые уже выполняли свои задачи на других направлениях. Очередь стоит. Реально очередь. Сейчас полицейские в разных отрядах фактически выполняют эти функции. Фактически новая бригада будет сформирована за счет их и новых полицейских. Сотни, десятки людей. Скорее сотни. Отбор добровольцев будет тщательный, обещают силовики. Лиц с судимостью брать не будут. Кроме того, проведут медицинские и психологические тесты. Еще шесть бригад будут сформированы из числа тех, кто сейчас служит в Национальной гвардии добровольцев. Это будут не новые бригады. Они будут формироваться на основе бригад оперативного назначения, которые есть в составе Национальной гвардии Украины. Такая помощь необходима, говорят военные. За последнюю неделю количество попавших под обстрелы населенных пунктов Харьковской области увеличилось в два раза – с 10 до 20 за день. Мы видим, что у нас почти ежедневно идут обстрелы. И они хаотичные. Какой-то системности мы не наблюдаем. В то же время украинские военные готовятся отражать возможное повторное наступление. Министерство внутренних дел Украины начало формирование восьми боевых высокооснащенных штурмовых бригад. Одна из них будет сформирована из пограничников и добровольцев, вступивших в такую бригаду. И она получила название «Стальная граница». Губернатор Харьковской области Олег Сенегубов не исключает повторного наступления на область. Кроме того, он предположил, что 2023 год станет завершающим годом военных действий на территории Украины. Лина Миронова, CGTN, Харьков.